Не надо сильно, так как бы, раз оторвались, раз на место вернулись. Ну что, начинаем. Гибнем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки как регулятор дыхания, вы не торопитесь. У вас получается дыхание идет, а уже руки наверху. Не надо, постепенно, потихоньку, мягко, привыкайте до соединения с телом. На дно это упражнение на концентрации. Вдох. Выдох. Расслабились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Сейчас можно сделать следующее упражнение. Сейчас вам нужно будет развернуться в солнышко. широко раскрыть глаза и прямо смотреть на солнышко и делать вот такое дыхание вдох носом выдох ртом прямо пусть глазки послезятся мы сделаем всего лишь 20 вдохов выдохов ну для глаз очень хорошо понял я даже писал делать вдох и выдохи гранцовый танец такой как назвать обезьянки и отвлекайтесь эмоциональные всплески ну и конечно наше сознание сознание которое работает на прием информации на обработку информации и на принятие решений чтобы эту информацию транслировать мир что мы с вами делаем берем вот так пальчик берем так делаем вдох и вот так животик обводим на задержке дыхания раз два три и представили здесь медуза такая прилипшая мы берем вот так и отрываем потрясли потрясли выбросили мягкий вдох выдох палец ставим вдох и таки все вперед мы будем кричать, а хохотать в видео не надо, когда нет časan Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok А что им преобладать? Оно есть. Оно всегда есть в человеке. Просто человек за своей зашоренностью, за своими бегами, за своим поиском себя не видит его. На самом деле чистое сознание это просто успокоиться, осознать момент присутствия и наслаждаться жизнью в настоящем моменте, здесь и сейчас. Наблюдать этот момент, находиться в нем, осознавать тактильные ощущения, вкус осознавать, привкусы осознавать, состояние послевкусия осознавать, получать удовольствие и удовлетворенность от этого состояния. Это обычное такое нормальное состояние потоковое. Но оно придет тогда, когда человек осознает жизнь, осознает момент, когда он не от ума, а просто от самости своей, от того, что он есть, от того, что он живет, от того, что он радуется, от того, что у него есть ручки, ножки. Это его обычное нормальное божественное состояние. Вот в этом его и предназначение смысла жизни. Находиться в моменте присутствия, радоваться, получать удовольствие от этого момента. И через это состояние наполненности передавать токи тепла, токи любви, токи благодати всему окружению, которое есть вокруг него. Когда ты наполнен, ты всегда дашь, а когда у тебя ничего нет, ты никогда ничего не дашь. То есть наполненность. Наполненность, да. Там даже желания нету давать. Ты есть просто и все. Кому надо, тот придет, возьмет. Кому ты дашь, ну просто дашь безусловно, без всяких обязательств, без всяких ожиданий. Это классное, нормальное, обычное состояние. То есть научиться просто жить. Будь в моменте. Даже песни есть. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вот и всего духовность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok